С новым вас утром! Меня зовут Елена Колесникова. Я являюсь дизайнером и консультантом феншуй. Очень многие люди считают, что феншуй это какая-то секта или еще хуже того, какая-то религия. Все банально. Феншуй это астрология, очень древняя восточная астрология. Восточная астрология зародилась на 2,5 века раньше, чем западная. У этих двух астрологий разбег 2,5 века. Изначально феншуй зародился в императорских дворцах, то есть мыслители, ученые, ясновидящие. Создали систему, по которой помогали императору, чтобы его род существовал дольше, благоприятнее, чтобы все складывалось, чтобы было процветание и здоровье. В этой рубрике я вам расскажу самые простые и доступные средства феншуй, которые могут помочь вам в тех или иных сферах вашей жизни. Вот, например, всех интересует вопрос, как правильно привлекать деньги и вообще как обращаться с кошельком и с финансами. Самое главное, кошелек должен быть прямоугольный. Деньги в кошельке не должны сгибаться. Некоторые мужчины вообще не любят кошельки. У них есть такие денежные зажимы. Что противоречит вообще правилам и нормам феншуй? Деньги должны жить в кошельке. Для денег должен быть дом. В кошельке кроме денег ничего не должно быть. Уберите, пожалуйста, из кошелька фотографии любимых людей. Права. Пусть для прав у вас будет какой-то другой дом. Уберите, пожалуйста, чеки. Это самое страшное. С чеками в кошельке денег у вас не будет. Следующий совет. Приобретите в магазине феншуй денежный конверт. Денежный конверт работает следующим образом. Все, что попадает в денежный конверт, начинает к вам притягиваться. То есть, чем крупнее купюры вы сюда кладете, тем больше они будут к вам потоком идти. Также очень хорошо работает денежная салфетка. Ее нужно прижать вот этим иероглифом к купюре, желательно к самой крупной. Если на купюре есть какой-то образ или памятник, то прижмите этим иероглифом к памятнику. Еще несколько слов про денежный кошелек. Денежный кошелек работает год, поэтому если вы приобретете кошелек, запишите на вот этой стороне дату, когда вы его приобрели. Через год нужно кошелек этот выбросить и приобрести новый кошелек. Основное правило у этого денежного кошелька, он не должен опустошаться. То есть, если у вас там лежат купюры и вам нужно их все взять, нужно обязательно, чтобы одна купюра осталась в этом денежном конверте. Чем больше у вас таких денежных конвертов, денежных кошелечков, тем лучше. У некоторых возникает вопрос по поводу кошелька. Можно ли хранить здесь дисконтки и кредитные карты? Конечно, можно, потому что дисконтки – это то, что нам сохраняет деньги. Следующий момент – вы можете наполнить свой кошелек всяческими волшебными символами. Например, можно вырезать из свежего журнала Forbes фотографию успешного какого-нибудь миллионера. Энергия этого миллионера будет помогать вам привлекать большие деньги. Также это может быть ваше волшебное число Гуа, это могут быть различные символы. Не рекомендуется класть в кошелек фотографии любимых людей, права и какие-то другие документы, потому что для денег должен быть их личный храм. Если дом денег чем-то заполнен какой-то энергией, а фотография – это энергия, то они туда просто не пойдут. Они пойдут к соседу, к соседу, у которого в кошельке все правильно сделано.